Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Халатности русский авось. Что не так с алтайскими туркомплексами? Кто следит за их безопасностью? Новые штрафы ПДД, отдых за границей и цены на газ. Что нового ждет жителей края и страны в этом месяце? Спортивная площадка вместо мусора. История о том, как бороться с многолетними свалками. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Причина смерти уточняется. Известно, что несколько дней назад Брюханова госпитализировали с коронавирусом. Валерию Михайловичу было 75 лет. Из них 26 лет он провел на посту ректора ГМУ с 1988 по 2014 год. За это время он воспитал сотни учеников, которые сейчас работают в больницах и клиниках края. Именно под руководством Валерия Брюханова в 1994 году вуз обрел статус университета. Коллеги называют его олицетворением целой эпохи в жизни АГМУ. Прощание с Валерием Брюхановым состоится завтра, 4 августа, с 12 до часу на центральной аллее Власихинского кладбища. Всего за сутки в регионе умерли 2 человека с диагнозом COVID-19. Добавим, что с начала пандемии в крае выявили уже 9 433 человека с диагнозом COVID-19. За сутки 107 новых случаев. Лечение в ковидных больницах сейчас проходит 898 пациентов. Лечится на дому 950 человек. Сегодня в Барнауле прошло прощание с семьей Кременских, которая погибла на турбазе недалеко от озера Ая. Официальная причина смерти – отравление угарным газом от бензинового электрогенератора, который в бойлерный дом установил владелец базы. Его накануне задержали под стражу и уже предъявили обвинение. Этот шокирующий случай, а также недавний пожар на другой турбазе в Алтайском районе стали поводом для внеплановых проверок спасателями. Наша съемочная группа побывала на месте происшествия и оценила, как владельцы комплексов подходят к вопросу безопасности отдыхающих. Далее слово София Яценко. В одном из номеров этой базы обнаружено 4 трупа. На территорию пока не пускают. На базе продолжают отдыхать люди, но давать комментарии им запретила администрация. Ребята, я что непонятно сказал? Вы на частной территории. И не снимайте. Не снимайте. Вы на частной территории. Заметив камеру, Виктор Королёв, владелец турбазы «Глобус», отреагировал весьма агрессивно. Начал бросаться на видеоператора, швырять съемочную группу камней, а у нашего водителя пытался отобрать телефон. Вот тут написано. Снимите. Аккуратно. Вот сюда. Машину убирайте. От каких-либо комментариев владелец турбазы, где погибла целая семья, отказался. На контакт не пошли и отдыхающие. Они спешно разбегались под своим домиком. Примечательно, что дом, в который заселились Кременских, находится прямо напротив административного, всего в пяти метрах от него. Но от чего-то никто из сотрудников комплекса не удивился отсутствию гостей на территории «Глобуса» или света по вечерам. Не пришел прибирать в номере на протяжении пяти суток. Под вами будет земля, говорит, в воду. Убирайте, 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 ребят, убирайте. Цивилизованно так. Убирайте, вот вы цивилизованы. Понимаете, ситуация какая? Да, понятно. Тебе уже о вечном нужно думать. О чем думал сам хозяин, когда решил установить бензиновые электрогенераторы в Бойлерной прямо под номером погибших, остается загадкой. А ведь именно это решение, как выяснилось, и стало роковым. Оборвались жизни сразу четырех человек. Проведен следственный эксперимент. По результатам которого установлено, что работа генератора в помещении Бойлерной явилась причиной появления окиси углерода в номерах, расположенных на втором этаже корпуса, где и находился номер потерпевших. При этом его концентрация превысила предельно допустимые нормы. Сегодня сотрудники Роспотребнадзора подтвердили также журналистам, что в «Глобусе» нарушали рекомендации по профилактике коронавируса. Данными методическими рекомендациями предусмотрена ежедневная уборка с применением номера, с применением дезинфицирующих средств. Не проводили уборку, не меняли своевременно постельное белье и до полуночи крутили музыку в местной пивнушке. Такие отзывы от возмущенных, отдыхающих в «Глобусе» сегодня пестрят в социальных сетях. Люди недовольны и качеством сервиса, и соблюдением норм безопасности. К слову, в день обнаружения тел на другой турбазе, в том же Алтайском районе, случился пожар. Пострадали несколько человек. Двое были госпитализированы. Семье из Новосибирска, чтобы спастись, пришлось прыгать с третьего этажа. Вот что пишут наши коллеги, сотрудники сайта НГС. Проснулась в час ночи от запаха. На балконе дым разбудила мужа, побежала за сыном. Прыгали на одеяло с третьего этажа, еле спаслись. Через секунды загорелась часть номера, где мы жили. Никто не будил, пожарной сигнализации не было, огнетушителей не было. По словам сибирячки, всего в сгоревшем корпусе находилось около 25 человек. Ребенок после прыжка упал в обморок. Позднее у всей семьи были диагностированы ушибы. Но они рады, что хотя бы остались живы. А вот семью Кременских из Барнаула сегодня провожали в последний путь. Прощание состоялось в Барнаульском крематории. Почтить память пришли родственники, друзья и коллеги. Все говорили о них, как о солнечных и жизнерадостных людях. Невосполнимая утрата как человека, как специалиста. Нам очень сложно будет его заменить. На самом деле это товарищ, друг, коллега. Если так, как следователи говорят, это, мягко говоря, полная безалаберность со стороны руководства, ну, со стороны базы отдыха. Неужели нельзя зайти и посмотреть? Ну, в крайней мере, уборка должна быть. Всю семью можно охарактеризовать – это люди солнца. Это очень доброжелательные люди. Родители его настолько любили детей, что, ну, я более любящих родителей, наверное, не видела. Это очень интеллигентные, очень доброжелательные люди. Он всегда мог поддержать, мог выслушать, мог дать какой-то совет вообще. То есть, ну, был человек реально солнечный просто, вот, как солнечный мальчик реально нашей группы. Без него сейчас группа вообще не представляется. За безалаберность ответит владелец турбазы. Его накануне задержали и предъявили обвинение. Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Виктору Королеву, который до окончательного вердикта суда будет находиться под стражей, грозит до 10 лет тюрьмы. Добавим, в ходе расследования правоохранители установили массу противопожарных нарушений во всех зданиях базы. Руководству предписано срочно их устранить. Отдыхающих уже выселили, а глобус взяли под круглосуточную охрану. И сегодня же прокуратура края инициировала свою проверку на базе отдыха. Что касается ревизий других туркомплексов, за минувшие выходные спасатели обошли 15 объектов, но пока с целью профилактики. Объектам вручены предостережения о недопустимости нарушений требований пожарной безопасности. С персоналом объекта и руководителями проведены беседы и инструктажи. В Алтайском районе спасатели установили также временный противопожарный пост. Пока это все меры, которые предприняты для обеспечения безопасности отдыхающих со стороны властей и ведомств. Как подчеркивают последние, в первую очередь это ответственность владельцев туркомплексов, цены на услуги которых, к слову, в этом году взлетели в разы. София Яценко, Илья Халяпин, Никита Ермаков и Александр Антропов. День с толком. Убийство на Старом Базаре привлекло внимание не только федеральных СМИ, но и правоохранителей. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование на контроль и поручил доложить о результатах. Напомним, экс-боксеру Михаилу Старцеву предъявили обвинение по 4 части 111 статьи Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности». Пока обвиняемый отказывается от дачи показаний, также, напомним, федеральные СМИ выяснили, что меньше года назад убитый Павел Рохлов перенес операцию на челюсти. Предполагается, в это место и пришелся удар, что вызвало кровоизлияние в мозг. Цена на газ, перелеты за границу, новые штрафы за ПДД и тарифы ОСАГО. Август этого лета принес россиянам, в том числе и жителям нашего края, несколько важных новшеств. О них далее подробнее. Первого числа в России возобновили международные перелеты с Великобритании, Турции и Танзании. Улететь туда можно из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Еще накопительные пенсии выросли на 9,13%. 80 тысяч человек получат новую пенсию уже в августе. Перерасчет делают без заявления. Напомню, ранее средняя накопительная пенсия составляла 560 рублей в месяц. Также пенсии пересчитают для работающих пенсионеров. Для этого тоже не нужно подавать заявления. С зарплат удерживают страховые выплаты. Они, в свою очередь, увеличивают сумму пенсии. Кроме того, в последний месяц лета подорожал газ. Оптовые тарифы для населения выросли на 3%, для бизнеса на 2,99%. Напомню, индексация происходит каждый год. В прошлом цена выросла на 1,4%, а в 2018-м на 3,4%. Еще появился новый штраф за отсутствие диагностической карты, которая подтверждает прохождение автомобилем техосмотра. Цена вопроса – 2000 рублей. Если раньше такие правила действовали только на собственников такси, автобусов и грузовиков, теперь на все авто. В конце августа в силу вступит закон, согласно которому при формировании цены полиса ОСАГО будут учитывать личностные характеристики водителей. Теперь страховщики будут обращать внимание на качество вождения и соблюдение ПДД. А это значит, что для аккуратных водителей тариф станет дешевле, для лихачей – дороже. И в завершении местное повышение. В Бийске подорожал проезд в общественном транспорте. Теперь в автобусе и трамвае нужно отдавать на 2 рубля больше, чем раньше – 22 рубля. В маршрутках цена на билет выросла до 28 рублей. Ограничения по коронавирусу в регионе могут ослабить на этой неделе. Об этом сегодня во время пресс-конференции объявила сотрудник Роспотребнадзора Края. Всего ограничения снимают в три этапа. На текущей неделе планируется рассмотрение данного вопроса о переходе на второй этап снятия ограничительных мероприятий. На втором этапе снятия ограничений? На втором этапе снятия ограничений разрешена работа магазинов промышленных товаров площадью до 800 квадратных метров, работу отдельных образовательных организаций. Также в скором времени станет известно, откроются ли на следующей неделе спортзалы. Решение по новому учебному году уже принято 1 сентября. Все школьники сядут за парты. Но без мер в предосторожности не обойдется. Например, помещения будут регулярно дезинфицировать. Кроме того, возможно полноценное открытие поликлиник. В Краевом Минздраве говорят, что для этого остро назрела необходимость. В Тельняшках, но без масок. В Барнауле отметили 90-летие со дня образования воздушно-десантных войск России. В условиях пандемии краевые власти рассчитывали провести этот день без массовых мероприятий максимально скромно. При этом программа празднования включила в себя традиционный торжественный митинг. Возложение цветов к вечному огню. Подробнее о ней и о том, как на этот раз проявилась себя крылатая пехота в сюжете Ильи Кочеткова. До срыва от голоса. С переливом. Как шиво, так у нашей еды. Протяжные, как натяжение строп парашюта. На счет 22. Все вместе. 22. Десантурия 90. За этот приличный срок русская ВДВ проявила себя и на полях Великой Отечественной, и во время войны в Афганистане, и в других вооруженных конфликтах. Героизм крылатой пехоты – факт несомненный, который признают и сами члены боевого братства, и власти всех уровней. Мы помним всех героев-десантников, которые защищали нашу страну и в годы Великой Отечественной войны, и в послевоенное время боролись с терроризмом, выполняли свой интернациональный долг. Торжества по случаю юбилея крылатой пехоты начались еще накануне праздничного дня. Так, на площади ветеранов пополнилась еще одним танком выставка военной техники. А напротив заложили сквер десантников. Его обещают благоустраивать и развивать. Участники торжеств говорят, что этот сквер пополнит места их встреч и признаются, правда, не на камеру, что в этом году их убеждали не приходить на празднование Дня ВДВ. Но, по словам десантников, это было бы предательством их принципов. Ничто не помешает крылатой гвардии встречаться. Даже коронавирус. Спасибо. Для меня разницы абсолютно никакой. Ну, День ВДВ, он есть День ВДВ. Мы бессмертны. Всегда наша сила, сила за нами. За ВДВ. За ВДВ! Поэтому все сегодня без масок? Конечно. Ну, не боимся ничего. Социальную дистанцию на площади тоже мало кто соблюдал. Правда, в остальном десантура была образцом дисциплинированности. ВДВ сила настолько значительная, что для большинства гражданских 2 августа считается праздником шумным, где есть место и беспорядком, самое безобидное из которых – купание в фонтанах. Но на этот раз, заверили нас, барновольские десантники, все будет честь по чести. В фонтанах купаться будете сегодня? Нет. Мы не такие. У нас такой привилегии нету. Зачем это надо? Это не ВДВ. Кто купается в фонтанах – это не ВДВ. Каких-либо беспорядков и вправду не было замечено. Фонтаны десантники обходили стороной, драк не затевали. Остается надеяться, что безмасочный режим для крылатой пехоты тоже обойдется без последствий. Ведь голубым беретом, как известно, нужно быть готовыми с лету защищать свою родину. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. На реконструкцию художественного музея края выделили больше 400 миллионов рублей. На этот раз учреждение культуры обещает достроить через два года, то есть к 2022. Тогда исполнится ровно 10 лет с начала ремонта. Реконструкцию музея в центре Барнаула начали еще в 2012 году. С тех пор на объекте по разным причинам сменилось несколько подрядчиков. Среди них и два весьма крупных застройщика – стройгаз и селф. Сроки окончания реконструкции здания переносили пять раз. В общей сложности за все время на строительство художественного музея выделили более миллиарда рублей. И вот очередной транш – 432 миллиона. По новому тендеру необходимо проложить новые инженерные сети, установить современную противопожарную сигнализацию, а также оборудовать на территории музея сцену и сделать пандусы для малоподвижных граждан. Все работы культурного долгостроя на этот раз сдвинуты до декабря 2022 года. Сначала понаехали и на мусорили, а потом помогли убрать свалку. В Сибирском сельсовете есть проблемы с несанкционированными мусорными точками. Основная часть из них связана с садоводствами. Дачники приезжают из Барнаула, а мусор оставляют на территории сельсовета. Но вот одну из крупнейших свалок ликвидировали, а на ее месте хотят построить спортивную площадку. И все силами дачников. Прежде свалка, теперь ровный и чистый пустырь, а в будущем спортплощадка. Председатель садоводства моторостроитель Мария Тищенко говорит, здесь была куча мусора, которая копилась годами, а победили за неделю силами предпринимателей и самих дачников. В течение двух-трех дней мы осуществляли именно уборку самого мусора. Затем в течение двух субботников была проведена территория, оставшаяся в порядок. То есть это, собственно говоря, мы уложились в неделю. Но финансово это очень огромное средство для нашего садоводства оказались. По словам Марии, моторостроители членский взнос – один из самых низких среди садоводств в окрестностях Барнаула. И даже это не помешало собраться на борьбу со свалкой. Теперь дело за спортплощадкой. Это отдельная статья расходов, так что появится она не сразу, но станет хорошей мотивацией не нести сюда мусор снова. Опыт моторостроителя уникален. Об этом говорит глава сибирского сельсовета Олег Баронин. В сельсовете четыре садоводства, и все создают стихийные свалки. Но за такое серьезное решение проблемы взялись только здесь. Почему вот эта ситуация с ликвидацией свалок садоводства-моторостроитель, она мне как бальзам на душу. Ежегодно за нарушение правил благоустройства буквально все садоводства у меня получали штраф. Именно на моторостроители я был услышан. Я был услышан, я думаю, это им еще отольется в хорошем плане старицей. Вот такие взаимоотношения. Я впервые в нынешнем году не стал их штрафовать за нарушение правил благоустройства. При этом садоводство-моторостроитель одно из самых крупных в крае. Более тысячи участков. На всех только четыре мусорных бака. При этом двух контейнерных площадок хватало. Но и здесь помог коронавирус. Горожане массово поехали на карантин. Соответственно, весной началась максимальная скупка территории, то есть участков различных садоводческих. Брошенные были реализованы под аренду. И количество людей, которые приехало на садоводство, оказалось для нас процентов на 10-15 минимум больше, чем обычно. Возможно, все эти люди будут не только наслаждаться дачей, но и помогут в борьбе со стихийными свалками. Их в садоводстве еще две. Работы много. Андрей Дреер, Николай Шилко. День с толком. Над Сибирью замечен падающий метеорит. Огненный шар наблюдались сегодня ночью жители края Новосибирска. Сообщение об этом, а также подтверждающее видео, появилось в социальных сетях. На нем отчетливо виден пылающий объект, мелькнувший в ночном небе. Часть пользователей соцсетей решила, что люди видели возвращение американского космического корабля Crew Dragon. Но специалисты-астрономы объяснили, скорее всего, это часть метеоритного потока Персиды, который традиционно начинается в конце июля и продолжается до середины августа. Так что шанс увидеть другие падающие, а главное, безопасные звезды, и загадать желание у нас еще будет. У меня на этом все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании Валар. До встречи в эфире.